Время второй час, суббота. Смотрите, какая прекрасная погода. Светит солнышко. Удивительно для середины октября, что такая теплая погода, 13 градусов, красота. Потому что в будние дни у нас лил дождь, и я думал, выходные будут то же самое. О, горячая. А зачем ты таким ее делаешь? У тебя аж пенка будет. Я же тебя учил. Уже есть там пенка? Ну, сейчас нет. Мне кажется, будет. Либо заливай быстрее, смешивай с более прохладной водой. Лёшка, ты когда сюда щелкаешь, мы как-то там хрен все это оторвем. Гаденыш, да? Ну, так в моменте получилось. Не стыдался, не проси. Мне так нравится. Когда ты их только-только помыл и уложил феном, высушил, они у тебя так ежиком стоят. Такие классные. У нас сегодня с тобой день сбора посылок. Вздек надо. Возон, ВБ. Все поднакопилось. У меня вздеке махнатки, ветрозащита. Корпус еще один. Ну, третий. О, отлично, они у тебя. Эй, подожди, это твои же. Я тебе их и даю. Ой, спасибо. Ой, спасибо. У тебя, что там, юбочка и заглушечка в озоне Тайп-Си. И Катюшка вчера съездила и сдала документы на загранпаспорт. Почему я постоянно об этом говорю? Потому что билеты дорожают, ближе к дате вылета, сама знаешь. Те, которые мы смотрели несколько дней назад, они уже на 7 тысяч рублей подорожали. Вот. И вот так вот каждую неделю будет плюс, плюс, плюс. И второй момент. Смотри, видишь? Мне надо карать, что эти призеры. У тебя откололся? Да. Когда? Не знаю, я только вчера заметил. Блин, у меня тоже, кстати, откололось. У меня откололось еще полтора года, два года назад. Короче, когда мы были на пакете в прошлый раз, я ела что-то такое неприкольное, что-то твердое. И у меня прям посерединке откололся маленький кусочек. Это не сильно заметно. Но если... Ну, это недорого, но я хочу подправить. Видно, надеюсь, на камеру. Дождя. Вот. Ну, там чуть-чуть, да, как у меня практически. Да. Может, семечки ел? Может быть, да. И тут один зубик, да, и ты хочешь подправить? Да, я один зубик хочу поправить. И третий момент, с ДЭК мы не заехали, там перерыв был завтра. Мне все равно там как бы вещи такие негорящие, поэтому пофигу. Я бы тоже, на самом деле, с тобой сходила, и вот этот зубик сделала бы. Я на чистку хочу. И я. Проверить все. Ну, и вот эту эстетику. Мне нужна чистка, мне нужно сделать снимок. Давным-давно уже пора было его сделать, потому что мне удаляли пять зубов под наркозом. Вот, и после этого сказали, обязательно нужно проверить, как все сошло. И я помню то, что перед удалением, когда снимок мы смотрели, сказали, что у меня есть один зуб, который нужно залечить. Там на корнях какая-то небольшая инфекция, но там пока чуть-чуть совсем было тогда. Я не знаю, как сейчас ситуация разворачивается. Надо сделать снимок, посмотреть. Если там прям критично, то тоже, наверное, придется этот зуб залечить. Я так боюсь, блин. Я очень часто ходила раньше к стоматологам. Мне казалось, что все, страх уже я поборола, но нет, нифига. У меня нет страха стоматологов. Скорее... Деньги. Да, скорее, сколько я потрачу денег. Раньше боялся, а сейчас скорее какая будет дыра в бюджете после похода к стоматологу. Мы взяли маму с собой, находимся в ТЦ, и у нас тут спор на тысячу рублей произошел. Короче, фирма Босс теперь вместо красного логотипа использует синий. Я говорю, что это Босс, а мама говорит, что это Томми. Ну, сейчас вот посмотрим. Короче, это самый легкий косарь в моей жизни. Готова к расходу в самой сессии? К Томми подойдет. А где Томми? Ты же видишь, вот, синий лыбочок, все синий. Я пошутила. Все, косарь с тебя. Нет, я пошутила. Есть? Вот, вот он маленький логотипчик. Я пошутила. Нет, не Томми. Я пошутила. Все, косарь заработал. Людмила Николаевна. Я пошутила. И где скидки здесь? Нету. Офига себе, куртка 27 косарей. Ну, она столько не стоит. Да, конечно, не стоит. Причем это, мне кажется, не зимняя. Катюнь. Катюнь. Все. Тогда пойдем сейчас. Мы богаты. Так, друзья, ну, в торговом центре мы ничего не купили. Изначально хотели выбрать какой-то красивый купальник для Катюни, но, блин, в Тезенесе, Интимиссими, где там еще? Ну, короче, ничего не было. Вот, сейчас будем ужинать. Я тут параллельно фифушку играл, 25-ю. А на ужин у меня селедочка с картошкой. Нем-нем. Все, приятного аппетита. Кто ест вместе с нами, тебе тоже сейчас все сделаю. Я, подожди, просто записываю же, Катюнь, ну, что ты? Поставь там туда. Вот. И надо что-то попить, взять. У нас совсем немножко лимонада осталось. Смотри, вообще чуть-чуть. А что, не осталось еще? А, вон он стоит вчерашний снике. А, вот этот? Да. А, точно. Окей. Все, давай лопать. А, ладно. На, держи. Первый раз машина у меня врубнулась. Только сколько вливать я, КЗ. Такая она розовая, прикольная. Ну да. Так, это минимум. А где там максимум? А, ну все. А, ну все. Вот здесь все сходят. Что я делаю? Не та крышка. Держи. Короче, ты не объясни, как тебе происходит. Первый раз машина рвнулась, что охлаждающая жидкость недостаточно. И Андрей, где ты здесь поблизости купил, залил? Да, 300 рублей в магазине тут, в ближайшем. И все. Мы сейчас не взлетим, точно все нормально заливаем. Да ничего не будет. Все, машинку заправили. Охлаждающую жидкость. Теперь нас надо заправить. Есть так охота? Да. Да. И топливо еще нужно. А, ледино-мол. Это заправим. По идее, она сейчас не должна ругаться. Проверим, конечно. Холодно на улице, 7,5 градусов, емушки-моробушки. Вчера так прекрасно было. Сегодня все. Видишь? Записи отсутствуют. Все, можно спокойно ехать. Да я просто по рисочке залил сколько надо и все. Да, точно. Просто сколько машине? 5 лет? Ни разу не заливалась. Сейчас мы с тобой покусим. Опять в додо. Всех уже достал. Зато там кофе вкусное и по додоству. Да? Да, побежали уже. У меня желудок в шоке. В полном шоке. В полном шоке. Уил. А? Не услышал, что ты сказала. Да, я ничего не сказала. Да, да. Больше омлет. Он, кстати, здесь очень даже не плохой. Я же пробовал омлет. Что-то нет, сейчас не хочу. Нет, извините. Это ресторан. Саня, для тебя как раз я договорился, чтобы... Никого не было, да? Никого не было, да? Только для нас. Игрушку хочешь? Нет, не хочу. Так, ну что мы будем с тобой брать? Помоги, пожалуйста. Либо-либо, да. Что, Катюшка набрала? Наггетсы, пасту с креветками, сырный соус, кофеечек. Знаете, почему мы сегодня взяли кофеечек здесь? Потому что у Катюшки нет ни сливок, ни молока. А американо она не пьет. А у тебя пицца и пиноколадо, и все. Блин, ну давай сделаем эту фоточку. Нет, не хочу фоточку. Короче, я хотела, смотрите, ребят. Не трогай, мое. Ну да, я хочу показать, что я забыл. Ты сейчас уронишь. Не уроню. Сейчас такой сыр надо прилепить. Короче, я хотела, чтобы Андрей стографировался, ну типа недостающий кусок пиццы. Вот так. Прикольно же. На, вероятность какая-то. С едой баловаться нельзя, ее есть надо, а не играться с ней. Блин, я немножко выпухнулся. Я одну посылку отправил сюда, а вторую у Медведкова. Мохнатки у Медведкова. Совершенно забыл об этом. Ну, в следующий раз. Поедем, когда к моему туда и заберем. А здесь у меня рамка для ГУПРО. У нас их три получается. Три ГУПРОшки, три рамки. С собой в Тайванье. Ну, для той моей поломанной всей. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, Мохнатки не к спеху. Есть запас по времени, поэтому потом заберем. 14 октября. Все, пошел первый снег. На улице 2 градуса. Прошло еще 5 минут. И снег пошел хлопьями. Надеюсь, камера это передает. Вот, смотрите, сколько снега сегодня нападало. А мы на летней резине. Приехали к нам на парковку. Тут езжу на монтаж. На следующей по очереди. Переобуемся. И можно будет ездить кайфовать. Резина у меня хорошая для Актахи. Это Мишка. X-Size North 4. Машинка готова. Сейчас заберем. И будем наслаждаться безопасностью. Потому что подпрытие вот такое себе. Так, через камеру классно. С фонариком видно, что снег летит. Сзади правый диск у вас кривой. Сильно кривой? Нормально тогда. Позвонил бы. Мы бы сразу попросили исправить. Надо было на месте, смотри, постараться. А что там? Прям. Нет, оставишь его на этом. Останок вон это. Палый. Я последние два вечера, вместо того, чтобы монтировать, сижу и занимаюсь поиском квартир. Рынок, конечно, настолько перегретый. И настолько тяжело найти что-то достойное. Русскоязычные граждане сдают квартиры. Вот на Новый год. По 85, по 75 тысяч бат. Умножаем это на 3 в рублях. И получается просто космическая сумма. Супер говняные отели продаются по 140, 150, 180 тысяч. В обычное время они стоят гораздо дешевле. Я даже отматывал даты на февраль. Ну там уже 69 тысяч, 67. Потом я пошел на ВИТО. Нашел одну квартирку. Она получилась, вот я тут даже записал. Свободно будет 15 декабря. У нее цена 38 тысяч бат. Контракт на 3 месяца. Завтра буду созваниваться с девушкой. Это собственник. Но у него там есть менеджер. У него две ровно квартиры. На роваях. Где-то они поблизости друг с другом. И если все выгорит, то поедем на 3 месяца. Полетим. В смысле. Понятно, что не поедем. Вот. Вот такие дела. Сама квартира. Давай покажу. Иди сюда поближе с камерой. Вроде неплохая. Это двушка. Такая чистенькая. Может фонарик надо будет включить? Не знаю. А что, плохо видно? Может нормально. Ну нормальная. Квартирка такая. Там интернет 400 мегабилей. Стиралка. Есть стиралка. Есть балкон. Ну-ка покажи балкон. Столик как в прошлый раз. 1 в 11. Да они мне кажется во всем Таиланде. Блин. Одинаковые. В HomePro их берут. Блин. Просто пачками. Вот. Находится она на роваях. Тут есть подземная парковка. Что замечательно. Ну. Видишь она крытая. То есть если дождик. Ну вдруг. Бассейн тут. Ну такой. На самом деле. Слабенький. Но он есть. Вот. И. Да. Тут написано, что 2000 рублей в сутки. Но таких цент ты конечно же не найдешь. Особенно мне прикалывают. Там вообще какие-то челики ненормальные. Они по 115, по 130 тысяч бат. Аж квартиры сдают. Которые максимум 30 тысяч бат в обычное время стоят. Друзья можете нас поздравить. Мы оплатили сегодня жилье на 3 месяца. Заплатил я 350 тысяч 800 рублей. Прислали контракт. Все официально. Все хорошо. И 15 декабря мы полетим в Тай. Остается купить только билет. Обратный не буду сразу брать. Я и на камеру хочу и на тебя смотреть. Билет с пересадкой. Я нашел недорогой. Он стоит 77 900 по-моему. Вот. Через Китай. И за расходов, которые нам необходимы. Это 200 долларов депозита. Либо 7 тысяч бат. Коммуналка у нас по счетчику идет. Там недорого получится. Там фактически только затраты на воду и на кондей будет. И. Да и все. Че ей. Ты рада? Я очень рада. Только нам, получается, нужно денем где-то переночевать, когда мы прилетим, да? Дело в том, что хочется полететь в пятницу вечером после работы. Вот. И в таком случае мы прилетим в субботу вечером. А заселяться нам в воскресенье к двум. И еще женщина написала, что если получится, и она раньше освободится, я вас, в принципе, заселю. Ну и что, на пляже переночуем? На каком-нибудь камне. Весело. Там тепло. Весело. Да, что денгешных комаров не было. А то в прошлый раз я нормально так, конечно, там прихерел от этой болячки. Проплешь-то еще серьезно? Ну, можем с тобой с этими рюкзаками сразу байк арендовать, не знаю. И кататься по острову до утра. Только я не знаю, куда рюкзаки деть. Ну да. А, можно, кстати, в Тай-резорт, как мы там, я забыла, Тай-спа. А, бутик-резорт? Да, да, Тай-бутик-резорт. К той Тайке, да? К той Тайке отдать рюкзаки, да, и пойти арендовать байк и кататься. Ну, очень классно. Не выстанься ни хрена, ну. Причем ее попросить довезет до Рентова, да? Ну, в принципе, довезет, если сотку дать.